Спасибо. Светлана Викторовна, у нас закончились презентации, доклады. У вас, пожалуйста, задавайте вопросы. Можно задать тогда Александру Сергеевну вопрос? Я говорила о исследовании в 19-м, а Александра Сергеевна больше на СОЛО-2. И там таблетированная форма препарата, в отличие от капсульной, которую на сегодня и в практической жизни мы имеем. Вы сравнивали и приводили, по-моему, данные сравнительные капсульные формы и таблетированные? Есть различия в токсичности? А, все выключено. У меня такое ощущение, что таблетированные формы имеют меньше токсичность, в частности, например, от них меньше тошнота и рвота возникает. Но это мое лично субъективное мнение. Хотя процент приблизительно там плюс-минус, мне кажется, это погрешность, если проводить сравнение в капсульной таблетированной форме. Спасибо, что я слышала обратный результат, но тоже субъективный. Да, это на самом деле зависит от того, как кажется. Да, даже наоборот видели больше таблетированные таблетированные. В общем, поэтому я задала этот вопрос. В практической жизни у нас капсульная форма, то, что представляет нам фирма. Пожалуйста, есть вопросы? Пожалуйста. Пожалуйста, есть еще вопросы к Евгению Наумовичу, Светлане Викторовне? Да, давайте заканчивать, сделайте заключение. Значит, ну, уважаемые коллеги, я хочу поблагодарить лекторов за очень интересные презентации. И, в общем, что нам надо вынести-то из сегодняшнего симпозиума? Прежде всего, то, что все-таки БРК-тестирование сейчас у нас доступно в нашей стране, Русская, так сказать, предприняла большие усилия, поэтому, по сути, все больные раком яичников должны направляться материал на тестирование. И я думаю, что и вот мы в нашем центре всех больных раком молочной железы тоже тестируем на наличие БРК-мутации. Потому что то, что прежние данные, что это речь шла только о трипол-негативных и с семейным анамнезом, в общем, так сказать, они, видите, жизнь не подтверждает БРК, даже БРК-1 может быть мутацией при наличии экспрессии рецепторов эстрогенов прогестерона и ХЕР-2. Второе – это то, что все-таки эти опухоли имеют другую биологию, они по-другому протекают, и они, видите, чувствительны, так сказать, к тем препаратам, которые обычно мы не используем для опухолей в стандартных схемах. Я думаю, что теоретически они должны быть, наверное, высоко чувствительны и к иммунотерапии, учитывая то, что вот все говорят о мутагенном пуле, так сказать, вот этот, он здесь значительно выше, чем должен быть, чем у других опухолей. Поэтому перспектива здесь, наверное, использования вот этих препаратов антипеди-1, СТЛ-4 ингибиторов, которые сейчас активно изучаются. Так что, в общем, это на сегодняшний день, это уже имеет не только теоретическое значение, но и сугубо практическое. Кроме того, конечно, не надо забывать и о родственниках. Если выявляется БРК-мутация, то нужно говорить об этом родственникам и рекомендовать обследование. Это очень непростая, так сказать, история. Вот мой опыт небольшой, но, в общем, он уже свидетельствует о том, что многие отказываются, так сказать, говорить родственникам, потому что, ну, в нашей, так сказать, на бытовом уровне это воспринимается как, так сказать, человек не совсем, если у него есть мутация, какая значит он, так сказать, ну, я не знаю, так сказать, как подхватящее слово подобрать. То есть, в общем, воспринимается не как совсем нормальный человек. И это надо, наверное, это шире обсуждать как бы в средствах массовой информации, потому что, если здоровый человек, но у него есть мутации, риск, вот те риски, которые ожидают его на протяжении жизни, риск развития, я имею в виду, злокачественных опухолей, он колоссальный. Поэтому они, конечно, подлежат интенсивному наблюдению и в ряде случаев, так сказать, каким-то профилактическим вмешательством. Так что всем спасибо большое и все-всяческих благ.